Между тем ветер разыгрался и по всей Волге пошел ходить страшный беляк. «Стой у дела!» – вскричал лоцман, который в это время обыкновенно стоял на носу расшивы. Бурлаки бросили свои занятия и приготовились править делами, а человек десять из них встали у руля. А мы с вами снова говорим о бурлаках и о бурлатском житье-бытие. Помогает нам в этом Павел Зарубин, автор романа «Темные и светлые стороны русской жизни». Возвращаемся в 70-е годы, позапрошлого столетия. «Грянем! Сходись, берись, ребятушки! Давай, ухнем!» «Сошлись, разудалые! Давай, ухнем!» Апостольскую скатерть выдувала, как барабан, так что Райна начала потрескивать. Лоцман то и дело кричал «Направо надай! Направо! Куда бы! Налево дай!» Расшива бежала, как стрела. Под носом она вела такой огромный беляк, что иногда он расплескивался и захлестывал на палубы. Расшива тогда ныряла в волны. И вот снизу, как темная ночь, начала подниматься страшная туча, на фоне которой белый парус стал еще белее, а завитки волн еще свирепее и кипучей. «Дядя! Сзади паруса рвет!» Закричали бурлаки, увидев, что сзади на суднах, которые шли в этом же караване, начали ломаться паруса. «Не осадит ли немного?» «Бог милостив!» – отвечал дядя. «Вот как к нам придет, так и осадим!» И вдруг из оврага вылетел ужасный вихрь, который так и влетел в парус. Все затрещало, и судно стало клонить на бок. «Сажай! Сажай! 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 Такие сякие!» Теперь закричал лоцман. Но было уже поздно. Все защемило, и парус не двигался вниз. «Руби от ноги!» – скомандовал лоцман. Бурлаки бросились с топорами к отногам, но не успели. Райна затрещала и переломилась. Огромный ее осколок упал на палубу и попал по спине одного из бурлаков, который бросился рубить от ноги. «Убила! Убила! Егорка! Убила!» – закричали бурлаки. «Сажай! Сажай давай!» – кричали другие. Парус, наконец, пошел вниз. Но вот ветер переменился и ударил в лоб. Расшиву унесло назад. Бросили якорь. А еще, сажен через сто, судно, наконец, остановилось. А то вот еще стало как-то расшиво возле громадной скалистой горы, которая выпитилась, дали ответственного положения, и всею своею массу угрюма висела над водою, составляя собой как бы половину готического свода. Маленькие камешки и земля какого-то неизвестного сотрясения по временам сыпались на палубу расшивы. Лоцман знал, что на Волге не слишком хвалили это место. В прежнее время здесь пошаливали разбойники, обитающие в Жгулевских горах. Впрочем, к вечеру тут скопился порядочный караван судов, которые стояли и выше, и ниже. Уже садилось солнце, когда на караване сделалась какая-то тревога. Судно на судно начали кричать «посматривай!», а на некоторых судах даже стали стрелять из пушек. «Видно, что-то неладно», – сказал Лоцман и выскочил на палубу. «Уж не грабят ли кого-нибудь?» «Тут Жигули, держи ухо востро». И в самом деле, не более как через четверть часа на гладкой поверхности воды вдруг появилась какая-то неизвестная лодка. «Хозяин, кажись, лодка едет», – заметил один из бурлаков хозяину. «Да, лодка», – тревожно согласился Лоцман. «Войди-ка, брат, на нос, да клич, как поближе будет». Бурлак торопливо побежал на нос судна. Лодка была еще далеко, но он вовсе горло закричал «Мир, Бог, на помощь!». Ответа не было, только эхо многократно повторил его призыв. «Ай, хозяин, неладно», – боязливо сказал Бурлак. «Ну что ж, далеко еще? Может, не слышат? А кличка еще раз», – сказал ему Лоцман. «Мир, Бог вам на помощь!» – скричал Бурлак еще сильнее. Но ответа с лодки по-прежнему не было. «Ай, хозяин, неладно», – сказал Бурлак. «Видно, недобрые люди на той лодке едут». «Вскорячи-ка, брат, еще раз», – согласился Лоцман с некоторой тревогой. «А не то придется, пожалуй, выстрелить». Тут у Лоцмана невольным образом стали тесниться в голове различные воспоминания о страшных событиях прежнего времени, о которых много раз рассказывали ему бабушка Анна и даже старые судовщики. Рассказывали, например, как однажды разбойники напали на армянское судно, плывшее с нижегородской ярмарки с различными товарами. И как хозяина судна они изжарили огнем на вениках. И как другого хозяина изрубили на мелкие части, а куски мяса сварили в бурлатском котле. Припомнил он и более близко ему события, как один раз разбойники грабили его отца, и как он ловко от них отделался. Все это живо представилось теперь Лоцману в его воображении. Ему сделалось страшно. В этот миг вдруг защелкали два соловья, один из которых находился где-то над его головой, а другой, бог знает где, за тридесять земель. Соловьи эти перестроили его воображение, и очарованной таинственной тишиной ночи он как будто забыл прежний страх. Тем не менее, захватив свою постельку и тулуп, хозяин отправился в мурью к бурлакам, помятуя, что разбойники никогда к бурлакам не заглядывают, а только в казенке к хозяевам. — Мир, бог вам на помощь! — скричал бурлак еще раз, с такой силой, что его тут же и вырвало. — И вам, бог на помощь! — ответили с лодки и перестали грести, чтобы шум весел не заглушал ответ. — Куда вас бог несет? — скричал обрадованный Лоцман, но уже больше для приличия, для порядка. — Самару! — ответили с лодки. — Доброе дело! — ответил Лоцман. Тем и окончился оклик лодки, на которой снова принялись грести веслами. Если бы на лодке действительно были разбойники, то они ни за что не ответили бы «бог на помощь», а просто промолчали бы. Волжские разбойники не говорят «бог вам на помощь», потому что в таком случае они не могут уже ожидать успеха в своих враждебных намерениях. Вот поэтому одна-единственная фраза и помогала различить добрых людей от недобрых. Наконец на караване все опять затихло, прекратилась стрельба, и снова в природе водворилась мертвая тишина. После бури бурлаки еще часа два вились с парусом. Переломленная Райна много препятствовала их работам. Наконец Райну кое-как опустили, а парус отшили от нее и собрали в груду. Ну что, где Егор-то заботливо? Спросил Лоцман. «Да вот он, на корме лежит. Жив ли? Да не знаем мы, жив ли. Нет». Теперь все бросились к Егору. Подошел к нему и Терентий, который прощупал пульс, помял немножко возле сердца, потом махнул рукой и отошел в сторону. «Ну что?» – спросили Терентия сразу несколько голосов. «Что-что?» – «Побывшился!» – ответил Терентий самым положительным тоном. «Вот оно что! Побывшился! Вот те и Егорка!» – произнесли бурлаки. «Ну, царство Ему небесное!» – и перекрестились. А еще часа через два Райну срастили и повесили, как была. Сделалось только чуть короче. Пока занимались этим, солнце совсем село. И поверхность Волги стала тихой и спокойной, как масло. Всю эту ночь мы темную, осеннюю, долгую ухнем, грянем. Ухнем, грянем. А с вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова